С тех пор, как в России возобновили сдачу норм ГТО, каждый год к проекту подключается все больше людей. В основном это молодежь, ведь с 2015-го результаты физической подготовки напрямую влияют на единый государственный экзамен. Прибавляются баллы к итоговой оценке. Это стало хорошим стимулом для старшеклассников. Это как минимум занятие спорта и очень хорошее настроение, дает позитив на весь день. Каким-то спортом занимаетесь? Да, футболом. Единый день сдачи норм программы «Готов к труду и обороне» вид нам прошел в стенах Дворца спорта. Здесь для этого выделили несколько залов, где расположились зоны по разным дисциплинам. Силовые, подтягивания, рыбок гири, прыжки в длину, отжимания, пресс-лежа, челночный бег и стрельба. Всем удачи, всем спорт. И огромную выразить благодарность организаторам этого всего мероприятия. Торжественное открытие мероприятия посетила начальник управления по делам молодежи, культуре и спорту Эльвира Ковалерская, которая наряду с остальными участниками зарегистрировалась, получила порядковый номер, бегунок и приступила к сдаче норм ГТО. «Наши дети забросили занятия спортом, а то, что им необходимо получить золотой значок ГТО, заставляет их заниматься и массовыми видами спорта, и физкультурой, потому что золотой значок дает дополнительные баллы при поступлении в ВУЗы». Если дети в основном сдают ГТО из-за ЕГЭ, то взрослым просто интересно проверить себя на выносливость. Так поступил и депутат Павел Русаков. Попробуйте узнать, чем не пробуйте, узнавая. Все правильно. Спасибо. Я сегодня первый раз приобщился. Было трудно, но я считаю это очень важный момент формирования вообще человека, физической культуры, потому что мы можем подвести некий итог своих возможностей, сразу для себя отметить, что мы можем, что мы не можем и где надо доработать. А вот что дорабатывать уже точно не надо, знает спортсменка-любительница со стажем Наталья Голубенко. В свои 59 женщина не перестает вести активный образ жизни. Имеет несколько золотых значков ГТО Советского Союза, теперь решила пополнить коллекцию и российским. В течение года постепенно сначала у нас были лыжи, затем было плавание, потом силовые, потом стрельба, потом легкая атлетика и кросс. Я все это прошла, сдала и доказала себе, еще раз сыну, что несмотря на мой, так сказать, возраст, я могу. Заслуженный золотой значок Наталье вручили во время церемонии торжественного открытия мероприятия. Женщина стала отличным примером для молодежи, как упорство и труд могут дать положительные результаты. Юлия Погосян, Кирилл Иванов, Ольга Садовская, ВИДН-ТВ.